Что хранят в себе письма военных лет, долгожданные строчки из родного дома, о школьных успехах детей, новости об урожае, а еще тайные признания в любви от девчат. Все это вселяло в солдат бойцовский дух и помогало приблизить великую победу. А вот как сложилась судьба авторов некоторых из этих письм, расскажет наш корреспондент Салават Тимирбулатулы. Они жили почти по соседству. Махамадзин в Новосибирской области, Нина в Омском при Лиртышье. Их познакомила полевая почта. В отряд, в котором воевал лейтенант Сатрудинов, пришла посылка. Внутри письмо от девушки с пожеланиями скорейшей победы. Так и завязалась их дружба. Боевой дух поднимал. Письма, когда получали. Друг с другом общались солдаты. Рассказывали друг другу, как у него дома дела идут, как у меня. Радовались, шутили. Вот приедешь, будешь жениться, у тебя много будет детей. Ты будешь нянчить. Сбылось все это? Да-да. После войны молодые потеряли связь. Мухамадзин вернулся домой, Нина уехала учиться в Павлодар. После техникума девушку назначили мастером молокозавода. Спустя пару лет ей прислали помощника, которым и оказался тот самый лейтенант Сатрудинов. Счастью, не было предела. Слава Богу, живем уже сколько лет? 63. А что писали? Что жду, что работаем, как работаем, что мы для фронта все. Мама говорила моя, зачем ты пойдешь за него? Он же инвалид будет. У него живот все время был перевязанный. Вот. Ну, я все равно любовь победила. И войну победила. По их письмам в пору снимать кино смеются супруги. Ведь каждым своя история. Павлодарские архивисты на 9 мая традиционно проводят выставку, где главные экспонаты – это фронтовые письма, трогательные и дорогие сердцу. Письма военных лет – это особый бесценный пласт документов. Изучая эти пожелтевшие страницы, можно узнать, о чем думали, о чем мечтали бойцы в перерывах между боями, и о том, как за них тревожились и переживались родные в тылу. Удивляет, конечно, очень красивый каллиграфический почерк. И особо хочется отметить, что и карандаш, и чернила очень хорошо сохранились до наших дней. Только на кнопки нажимай, и свет, и вода, и все у нас есть. Пенсионеры по сей день полны сил и делятся позитивом со своей родней. А на 9 мая фронтовик и труженица тыла, как всегда, в парадной форме отправятся на городскую площадь, чтобы вместе с земляками отметить праздник Великой Победы. Из Павлодара Салватимир Булатулы, Марат Игликов и Алексей Мельницкий.